добрый день дорогие друзья вчерашнее мое видео про то как убивают наш язык русский язык который мы еще сохраняя в церкви вызвало большой интерес и много откликов и комментариев поэтому я решил записать вторую серию на эту тему потому что просто хочу вам показать в чем разница того кто знает славянский язык и того кто не знает славянский язык церковно славянский язык потому что там введены церковные термины и они дополняют просто славянский язык своими особенностями потому что у каждой церкви они немножечко разные я немножко развернулся к солнцу потому что оттуда ветер и чтобы не задувал в микрофон я сел вот таким образом уж извините меня и я вам просто покажу разницу того как понимание славянского языка, если ты его знаешь, отличает нас от тех, кто не понимает его, кто не изучает и кто не хочет его осознавать и в церкви иметь. На примере просто нашей самой главной молитвы, которую мы с вами знаем и которая у нас применяется каждый день, это Отче наш. Я взял Отче наш из Астромирова Евангелия. Это самая древняя у нас книга, которая нам рассказывает о христианстве у нас здесь на Руси и излагает Евангелие и всё, что в нём написано, именно в том свете, в котором наши предки его нам оставили. Мы уже в развитии своём что-то меняем, что-то каким-то образом переделываем, службы тоже меняются, отношения меняются, но самое главное, что, конечно, меняется и упрощается понимание того, что на самом деле было нам принесено и оставлено. То есть то, когда Владимир крестил Русь, и как эту веру знали тот же, например, Сергий Родонежский или Андрей Рублёв, который писал иконы, а иконы – это книга для безграмотных. Вот он их писал на основании тех письмен или тех текстов, которые у него имелись. И я вам сейчас покажу, например, вот этого Отче наш, как изменилось наше понимание от упрощения языка. То есть вот он упрощается, упрощается, потихоньку упрощается и приходит к тому, что мы читаем сейчас. Вот, Астромирова, Отче наш. Отче наш, и живи все на небесе, як да святит Симе Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на зиме, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долг наш, як мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в напасть, но избави нас от презрения, яко Твое из Царства и Силы и Славы вовеки. Аминь. Видели разницу? Вам кажется, что разница только в двух словах, что не веди нас в напасть и избави нас от презрения. На самом деле разница понимания практически во всем. Практически во всем. Ну, давайте прямо вот потихонечку я вам, те, кто хочет проверить, возьмите церковно-славянский словарь, возьмите толкование, возьмите учебник старославянского языка, который есть в университетах, там на факультетах филологических и так далее. И посмотрите, как это на самом деле переводится, и какое значение имеет, и какие вот эти нюансы, которые мы с вами здесь видим, как они там отыгрываются, и на самом деле какое значение для нас имеют. Итак, «Отче наш, и же есе на небесах». Всем понятно, переводят обычно «Отец наш небесный, находящийся на небесах». На самом деле на славянском языке это немножечко не так. Во-первых, «Отче» произносилось и относилось только к тому, кто родил. То есть вот «Отец» в церкви, пожалуйста, это «Отец», это тот, кто воспитывает, кто, значит, ведёт этого человека. Он «Отец». А «Отче» – это тот, кто родил. То есть мы напрямую, вот по-славянски, обращаемся к тому, кто нас родил. А никто нас в церкви, например, «Отче», там некоторые говорят, «Нельзя отцом никого называть». «Отцом» можно, кого хочешь называть. «Отче» нельзя называть. Поэтому славяне, русские, в домах называли «Отче», «Отца», а не «Отец». Это было оскорбительно. Это в церкви, значит. «Отче наш, и же есе на небесах». «И же есе на небесах». Вот мы переведём так, как ты находишься на… Ну, сейчас вот на небесах, то есть «сущий на небесах» переводит, «живущий на небесах», только «имеющихся на небесах». Здесь же со славянского немножечко по-другому, потому что «И же есе на небесах» это «так, как ты находишься» или «так, как ты владеешь небесами». «Так, как ты…» Ну, в общем, «так как». «Так как». То есть, как обоснование следующей фразы. Вот здесь «и же есе на небесах». А что нам нужно от того, что он имеется на небесах? То есть, что должно произойти от того, что он владеет на небесах? «Досвятится имя Твое». «Досвятится имя Твое». То есть, «так, как ты владеешь небесами, пусть святится имя Твое». То есть, так вот переводят обычно как? Что «имя Бога должно где-то светиться». Вот. И каким-то образом просвещаться по всей земле. Вот. Каким-то образом имя Божье должно вот таким образом каким-то возвеличиваться, что ли. Так переводят обычно. Со славянском совсем другого. По-другому. Потому что на славянском «имя Твое» – это имение Твое. То есть, то, чем ты владеешь. Там, например, имя князя Владимира было Киевская Русь. Вот так. Имя Твое. Вот. А «святиться» – это развивается в святости. То есть, вот мы все с вами потихонечку святимся, пока не станем святыми. Вот. Вот. Развитие в святости. И поэтому получается так, как ты на небеси, то пусть святится, то есть, вот развивается в правильном направлении, в святости, то, что ты создал, имение Твое. Вы поняли? То есть, вот одна фраза, которую мы читаем обычно машинально, не глядя, она, оказывается, имеет такое серьезное и великое значение, в котором мы признаем Отца того, кто нас родил, мы признаем, что Он обладает небесами, а не в небеса входит наш мир, и все это Его владения, и они должны развиваться в святости. То есть, они святиться должны, они должны развиться вот в том законе, который Господь нам для этой святости дает. Дальше. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». О чем речь? Христос нам говорил, «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное». То есть, вот Он утверждал, что Царствие Небесное придет на землю. Оно приблизилось. Вы покаетесь, и вы в Него войдете. И здесь мы точно так же говорим, «Да, вот, да приидет, оно придет, вот оно, значит, это Царствие пусть будет здесь». Но мы-то как осознаем дальше? «Да будет воля Твоя». То есть, ладно, ты соизволил, пусть оно придет. Вот примерно так. Так переводится, что «будет», значит, Твое желание. На самом деле нет. Воля – это вот тот закон и силы, исполняющие его, в данном случае на небесах ангельские силы, которые устанавливают вот это Царствие. Воля. То есть, царь Иоанн Грозный проявил свою волю и послал опричников разобраться с тем, кто чего это. И здесь, когда мы говорим, да приидет, да будет воля Твоя, такая же, как на небесах, так и на земле. Это значит, силы Твои, вот воля Твоя, пусть овладеют землей. Пусть овладеют землей. Вот такая здесь эта. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Я не знаю, здесь уже, мне кажется, даже объяснять особенно не надо, что и насущный – это не то, что нам нужно прямо сейчас. А насущный – это то, что нам для сущности своей необходимо. То есть, это не еда. Это именно то, что нам развитие личности дает. Вот вышел вроде прохладно было, ветер какой-то, а сейчас потихонечку все отогрелось, и ветер прекратился, и даже соловушка нам запел, помогает нам. Поэтому хлеб наш насущный, мы не просим еды. Мы просим именно его благодати, его ума, разума. Для тех, кто не понимает славянского языка понимания, то есть, вот это для них хлеб, их насущный, дашь нам днесь. Днесь – это дай мне сегодня. Вот днесь здесь интересно тем, что перекликается с заповедью о том, что не думайте о завтрашнем дне. Думайте о сегодняшнем, не заботьтесь о завтрашнем дне. Не думайте, а не заботьтесь. То есть, у вас не должно быть печали, уныние по завтрашнему дню, у вас должно быть о сегодняшнем дне. И поэтому мы тоже просим, дай нам сегодня, днесь, вот это разумение, благодать, радость и все остальное, а уж завтра будем смотреть, как там будет. Завтра мы еще раз прочитаем эту «Отче наш». «И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим». Ну, переводят обычно, как мы оставляем должником нашим. Или потому, что мы оставляем должникам нашим. Но здесь надо понять, что яко, оно имеет значение пропорционального, то есть яко, как мы. Как мы. И относит нас не к тому, что ты возьми да прости нам долги наши, а именно к тому, что мы должны себя вести к должникам нашим так же и просим Бога к нам отнестись так же, как мы относимся к ним. То есть никакого прощения грехов вам не будет, пока вы не простите ближнего своего. Вот что значит яко. И когда мы читаем это яко, то мы должны вспомнить, сколько нам людей задолжало, или сколько мы задолжали обидами, нанесенными им, взятым имуществом у них. Мы же задолжали, мы же всегда как бы в долгах. И вот как мы вот это всё отдаём этим людям, то есть как мы прощаем им эти долги, так это яко здесь и звучит. И поэтому, когда вы просто проскакиваете эту строчку, яко и мы должником нашим. И что? Он точно так же сделает тогда с вами, и что? Сколько вы простили? Какие у вас в этом и это? Но дальше, видите, у нас есть разница. И не введи нас в напасть, и избави нас от неприязни. От неприязни. У нас-то звучит по-другому. Но не введи нас в искушение, и избави нас от лукавого. Сейчас вот современный перевод. Есть разница в звучании? Есть. И не только в звучании, но и в значении. Вот, потому что, но не введи нас в искушение. Это значит, вот мы сами можем в это искушение войти. Мы можем искуситься вот теми страстями, значит, теми, значит, сластями и теми предложениями, которые у нас есть. Здесь же просила раньше, значит, не введи нас в напасть. То есть, не введи нас в состояние и в то положение, где на нас нападут бесы. Нападут. То есть, напасть. А не, значит, искушение. Искушение – это вот, ну, сами понимаете, вот они обманывают бесы и искушают нас. И вот не введи нас в этот момент. А здесь нет. Здесь прямо конкретно говорится, что они могут напасть. И ты нас, пожалуйста, в это положение не ставь. То есть, не вводи нас в это положение. Но дальше еще интереснее. Но избави нас от неприязни, неприязни, а не от лукавого. Вообще, все исследователи говорят, что лукавый никак не должен был в эту молитву Христа попасть. Потому что изначально Господь и изначально наша православная вера пришла к нам такая, что вот ты крестишься, и ты святой. И ты святой. И дальше ты, когда получаешь какие-то искушения и напасти, значит, ну, грубо говоря, грязнешься грехами, очистись на исповеди, причастись, и ты будешь опять святой. Когда же мы читаем отче наш, вот в таком современном переводе, но избави нас от лукавого, мы изначально признаем, что мы находимся во власти лукавого. Что он в нас есть, и ты нас, пожалуйста, избавь. Слушайте, ну, это вот абсолютно другая история. То есть, если первоначально христианство приходило и делало людей после крещения святыми, и они уже святые жили и исполняли свою святость на земле, то сейчас мы все очень грешные, мы все время пытаемся избавиться от этого лукавого. Мы каждый день просим нас от этого избавить, но Господь как бы не может ничего с ним сделать, и мы все равно в нем, в его власти находимся. Вот, видите, какая разница. Но здесь-то вообще, но избави нас от неприязни. Неприязни. Интересное слово, неприязнь. И это слово действительно говорит о положении человека, в котором он находится, и ему неприятно от этого по отношению к другим. То есть, вот есть у людей неприязнь к этому человеку. Духовно это обозначает, что в нем есть что-то нехорошее, лукавое какое-то, и люди чувствуют духовно, что он не такой, как надо, и неприятно к нему относиться, неприязненно к нему относится. Вот. Так вот, здесь Отче наш просит, чтобы избавить от этой неприязни. То есть, очищение и духовное состояние человека должно стать таким, что все его принимают. То есть, неприязни ни с кем не должно быть. Это, кстати, воспитало наше русское общество, славянское общество так, что если ты сам кому-то выказываешь неприязнь, то ты уже от лукавого действуешь, то есть, ты не можешь выказывать. И если к тебе есть неприязнь, то ты должен думать, а как эту неприязнь избавиться от этой неприязни? Бог ли поможет от этой неприязни? Ты или каким-то образом подсказанно ему избавишься от этой неприязни? Неприязни. И это совсем другое значение. Искушение и лукавого, напасть и неприязнь, они другое значение имеют. Яко твои есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Опять мы встречаемся. Это яко. Это яко. И я вам уже говорил, что это не простое яко, а это как бы так же. То есть, вот потому что. Потому что. И вот эти-то последние слова признают, что Царствие-то Небесное уже пришло. И вот святые, действующие в этом Царстве Небесном, или как жители Царства Небесного, крещеные люди, христиане, православные христиане, они вот желают всего того, что просит в этом Отче наш. В Отче наш. Вот я знаю такое значение. Отличается оно от современного Отче наш, который пытаются сейчас еще и перевести там с арамейского и так далее, и выдумывают такие всякие стихотворные формы или еще что-то. Просто если по-русски прочитать Отче наш и этот, будет отличие? Будет. Значительные. Мы понимаем с самой первой строчки, что мы совершенно по-другому все это воспринимаем, что имение Божие здесь находится. Мы в этом имении просим благодати хлеба насущного. И в этой благодати просим нас не поставить в положение, где к нам есть неприязнь человеческая. И потому что мы находимся в Царстве Небесном. Поскольку Царствие Небесное для тех, кто уже покрестился, пришло. Пришло. Господь-то призывал некрещенных, что идите покрестимся и все это сделать это, потому что Царство Небесное приблизилось. Мешает мне это восприятию нового, современного Отче наш или нет? То, что я читаю его другими словами и в другом переводе. Нисколечко. Дорогие меня, меня не смущает совершенно современный русский язык, когда я прочитываю на нем тот же Отче наш, хотя там совершенно другие слова. Почему не смущает? А потому что я знаю старославянский. Я знаю первоначальное значение этих слов, которые пришли на Русь, и, значит, духовность пришла на Русь, и вот ими вот так было изложено. И меня уже не смутишь тем, что там лукавый или неприязнь, там искушение, значит, не напасть. Не смутишь. Я знаю, что, да, перевели не точно, но я значение по-другому воспринимаю. И так, в принципе, вот если вы почитаете старославянские тексты, церковно-славянские тексты, и попытаетесь разобраться, насколько многозначительность и их вот семантическая значимость и красота другая, вы увидите, что переходить на русский язык – это всё равно, что пересесть с машины на велосипед. Я не знаю, как вот современным языком обозначить то, что мы с вами делаем. Или из гостиницы переехать в тюрьму. Ну, в общем, ухудшить, конечно, обеднеть сразу на очень-очень серьёзные значения. И это обеднение, естественно, приведёт к изменению того, что вот сознание человека, насколько оно будет развиваться. Там один у меня друг в Фейсбуке пишет, что он усиленно переводит все молитвы, и ребёнку своему даёт молитвы уже вот на современном упрощённом языке. Ну, ребёнок, может быть, эти молитвы на упрощённом языке так и поймёт, как он сейчас их понимать будет. Но ребёнку-то это упрощение даёт что-нибудь для развития особенного или нет? Почему бы ему тогда там, значит, не упрощать формулы физики? Ну, лишку там, маленечко букв и цифр в формулах или в химических формулах. Давайте их поупрощаем, чтобы он понял эти формулы. От этого он будет физику-то знать или химию? Появится ли он понимание того, что он это? Или давайте будем английский язык учить по справочнику туриста? Вот вы учили справочник туризма, всё, мы знаем английский язык. Будет ли от этого знание английского языка? Ну, сами понимаете, ответ есть такой. Поэтому упростить, пожалуйста, если вы не понимаете, развитый человек, что такое познать старославянский церковный язык, и уже исходить из него, и то, что ты читаешь, понимать на нём. И ваш ребёнок не будет этого понимать? Ну, пускай. А что тогда они поймут в православии вообще? Какое оно для них будет? Действительно для них уже всё. Иконам им не нужны будут, потому что непонятно, как Рублёв связал с текстом те иконы, которые написал. Почему у него Христос по звездия сходит на землю там и так далее. Ладно, это большой длинный разговор. Всё, на этом заканчиваю. И заканчиваю вообще эту тему. Ещё раз повторяю, я большой противник того, чтобы язык менять. Больше того, я за то, чтобы с этим языком знакомили школьников. Иначе странно, что мы обучаем в русской школе русских детей и не рассказываем им, что этот язык и с санскритом связан, и с этрусским, значит, говором связан, и со всеми остальными, значит, языками, которые на этом континенте имеются. И говорить им, что он родился тысячу лет назад, когда пришли Кирилл и Мефодий. Это, конечно, полная нелепица. Всё, спасибо за внимание. Всем радости Духа Святаго, чтобы понимание языка церковного пришло. И всем радости и веселья. Аминь. Субтитры создавал Dуха Святаго, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал Dуха Святаго, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал Dуха Святаго, чтобы не пропустить новые видео.